приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам про очередные улучшения cdc напомню вам в целом какие танки апнули а также расскажу вам о сборе фидбэка про балансировщик для начала давайте напомним вам какие танки улучшают у нас у нас улучшили из 5 на тесте ему добавили хп объект 283 ему улучшили перезарядку и сведения на мой взгляд этих апов недостаточно этим обоим танкам нужно добавить еще стабилизации причем очень много я думаю они как были так себе так и останутся так себе panzer 58 муц и ему подобные клоны там улучшили перезарядку и мощность двигателя это танчик один из самых слабых прям танков на восьмом уровне и таких как он очень много это те древние прям танки из 2013 года который в то время что-то из себя представляли а сейчас туфта на мой взгляд им еще апать и апать эти танки чтобы они что-то из себя представляли но позже я расскажу почему этого не будет также яхт пантеру 2 улучшили добавили хп и брони и очень сильно улучшили компанзер 3 project 07 х к который у нас самый дорогой за жетоны но мне кажется лучше взять его в следующих сезонах боевого пропуска когда он станет дешевле я думаю он дешевле точно должен стать поскольку его в этом сезоне наверное брали меньше всего потому что он самый дорогой и самый слабый а то что его апнут ну так его еще не апнули а боевой пропуск уже закончится также лучше т34 и его клоны стабилизацию на 20 процентов перезарядку там на секунду а также немного сведения ну как немного на полсекунды но будет 27 такое ощущение что с 2 и 7 надо еще сверху путь будет ли это танкой бой конечно же нет просто его немножко подтянули чтобы он не был таким ужасным также лора 50t добавит ему хп этого мало ему еще перезарядку на секунду можно смело улучшать и улучшает cdc максимальная скорость и перезарядка также очень сильно апают концепт номер пять я очень сильно топил за об этого танка на каждый танк в этой ветке я сделал обзор принципе я веткой более менее доволен там даже есть очень достойные танки остальные как проходные норм а 7 level так вполне можно себе даже в ангаре ставить но вот там которому идешь представлял из себя просто огромный колесный танчик которого все обижают а он не может дать сдачи ему апают максимальную скорость удельную мощность а также перезарядку почти на две секунды даже не почти она две секунды одну десятую на мой взгляд теперь он может дать сдачи это хорошо поскольку танк и по скорости отставал от некоторых 110 и по дп ему всем проигрывал и по маскировке продолжает хуже всех быть по размеру хуже всех и броня одна из худших этот танк просто доведут до состояния конкурентоспособного и это правильно вот такие апы нас ждут но это еще не все также на следующей итерации общего теста к в 4 турчанинова ему добавят два снаряда было 103 будет 105 невероятное изменение также еще сильнее апы cdc помимо того что ему там перезарядку улучшили а также максимальную скорость ему еще и улучшает стабилизацию от движения и поворота ходовой на 19 процентов от поворота башни на 20 процентов грубо говоря воткнули ему белый стабилизатор серенький и пойдет также еще лучше ли тст про это я уже рассказывал там очень много улучшений но в принципе его вернули туда один был но немножко накинули брони вот такие у нас изменения в плане баланса танков будут следующем патче 123 который будет уже буквально чуть ли не через неделю по моим предположениям а теперь расскажу почему вот такие танки как cdc panzer 58 муц еще можно сюда добавить фв 4202 который в прошлых патчах апыли центурионы там различные почему эти танки так слабо апают эти танки бегут сзади уже очень давно но они уже так сильно отстали что их даже на горизонте не видно вот их немножко подогнали так чтобы хотя бы видно было день и там есть что-то там на них наиграть можно будет но в целом они все равно отстающие поскольку если их перри апать они вытеснят новые танки которые сейчас продаются которые сейчас в мете они будут их вытеснять и люди будут играть на уже проданных давно танках если люди и приходят в игру то это скорее всего те люди которые уже играли люди скорее возвращаются прирост новых игроков мне кажется не такой большой как возвращение старых игроков поскольку а кто в эту игру не пробовал поиграть кто про нее не знает да и аудитория основная это примерно 30-40 лет на теперь поговорим про фидбэк балансировщика разработчики собирают отзывы про работу балансировщика напишите в комментариях что вы думаете про балансировщик это такая штука которая вас готовит к бою собирает бой выбирает составы команд быстро это делает или медленно или не сбалансирована или сбалансирована вот эта вот штука собирает бой выбирает вам карты респы подготовка вся к бою это балансировщик вот напишите как вы думаете как оно работает. Я свое мнение высказал и написал разработчикам, что мне не нравится. Вы в комментариях можете написать, что не нравится вам, или может быть вам все нравится, напишите это в комментариях . Вот что написал разработчикам я. Во-первых, что мне не нравится в балансировщике, это то, что он балансит по классам техники. На мой взгляд, танки нужно балансить, в зависимости от того, какая у них роль. Поскольку есть ПТ-шки, допустим про броню, они стяжами едут в ворот играть, а есть бумажные которые чаще всего едут в кустиках постоять и так часто бывает что на городской карте ставят бронированные танки против бумажных да это еще исход боя не решен но уже начале боя какие-то волнения в командах происходят также еще не мне не нравится балансировщики то что он может несколько дней подряд повторять тебе одни и те же карты штук 10 просто по кругу бывает и 6 просто ты по кругу играешь играешь и даже респ не меняется просто с одной и той же стороны несколько дней играешь одну и ту же карту если эта карта дисбаланс на этот рез плохой ты можешь несколько дней подряд мучиться а если ты в этот момент какой-то танк качаешь или отметку набиваешь на танке который узконаправленной специализации под него эти карты не подходят а ты будешь очень жестко мучиться несколько дней подряд с таким балансировщиком нужно играть на универсальных танках но не всегда ты это делаешь и такое ощущение что под несколько дней нужно подбирать танк то есть не я выбираю танк играю на каком хочу а мне нужно подбирать под те карты которые мне крутятся несколько дней подряд это просто жесть какая-то а я запускаю стрим хочу людям что-то показать а у меня несколько дней подряд крутятся какие-то дебильные карты которые мне вообще не подходит под этот танк это просто идиотия редкостная также это приводит к тому что люди могут получать серию плохих боев в несколько дней или серию хороших из-за чего просто говорят открутка подкрутка и перестают верить в игру также балансировщик очень часто кучку и танки одинаковые вместе в одну команду причем они не во взводе а просто вот начинают их собирать вместе и так бывает часто что в одной команде допустим два имбовых тяжа в топе а в другой команде два самых слабых тяжа в топе и хотя бой не решен уже на этапе создания но как минимум из-за этого в начале боя многие могут быть уже на дизморале поскольку увидели что баланс им не улыбается поэтому это тоже очень плохо чтобы ансервовщик кучку и танчики одинаковые в одну команду из-за этого бывают жесткие перекосы ну и также странно когда в одной команде есть средние танки в топе в другой нету хотя в одной команде их два можно было просто с одной команды перекинуть в другую и все казалось бы баланс но балансировщик этого не делает но мне не нравится балансировщик это что на него очень сильно влияет включение кучи режимов дополнительных также очень сильно влияет онлайн если его меньше или больше балансировщик очень сильно перекашивает включение кучи режимов очень сильно режет онлайн поскольку он его делит и разделенный онлайн получается что на каждом сервере маленький онлайн еще и разделен на разные режимы в итоге балансировщик начинает собирать полную туфту ну Ну и также не нравится в балансировщике то, что 43 карты у нас в игре, в черный список ты можешь добавить всего лишь 2, и эти 2 карты еще и добавляются в черный список только в стандартном бою. Мало того, что и так карт много, так еще и они блокируются очень криво, очень неприятно и неудобно. Хочется, если ты добавил карту в черный список, чтобы она была в черном списке во всех режимах, это первое. А второе это то, что если карта плохая по балансу или по геймплею, нужно как раньше выводить их из игры, пока их не переделают или пускай они там где-то и лежат. Карт все равно 43, много из которых тестируется на супертесте там их изменения, то откладываются, то не откладываются, то переделываются, то еще что-то. Но мы все равно на основе играем эти карты, хотя и они бывают некоторые очень ужасные по балансу, но зачем-то они включены много лет и мы на них страдаем. Вот это мой фидбэк по балансировщику. Вы свой можете написать в комментариях, если вы что-то супер умное напишите, то я к своему фидбэку про балансировщик еще и ваш добавлю. Ну а если вам все нравится, напишите, что мне все нравится, все по кайфу. На этом у меня все, с вами был Варчик, и рать красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачного дня, пока. Субтитры сделал DimaTorzok